Всем доброго времени суток! С вами Санит Машика, и сегодня у меня для вас новости на 15 число, 12 месяца 21 года. День выхода новой войны наконец настал. Быть может, что история Варфа поделится на до и после, но сколько мы знаем, весь будущий контент будет основан именно на том, что привнесёт новая война. В худшем случае, мы сможем хотя бы формануть колебана, купить пару скинов и достать прайм-шмотки Хару. Что касается конкретного времени выхода обновы, то нам её не сообщили, как обычно. Скорее всего, случится это вечером по МСК, например, можно ждать с 18.00. Но более вероятно, что новая война выйдет к 10 вечера по МСК, обычно в это время канадцы выпускают прайм-доступ. Не думаю, что нас заставят ждать до утра, как было дело с жертвой. Напомню, что квест нельзя будет перепройти, но нам уже сообщили, что фрагментов музыки там не будет для сканирования. Добавить повтор квеста и фрагменты Самокорда должны в начале следующего года. Ещё раз разработчики преснили ситуацию с Кармой, выдав нам стишок Тэшина. Нам и раньше говорили, что мы выбираем не между добром и злом. Например, Солнце означает решительность, без лишних раздумий. Луна противоположна, мол, всё пройдёт в своё время. Нейтральный вариант лежит где-то посередине. Тэшин надеется, что мы сможем найти утешение в тех решениях, которые мы были вынуждены принять. Ведь враги нам это утешение не дадут, а впереди нас ждёт больше решений. Ещё появилось больше мерча на тему новой войны. Например, продают фигурку Кахла-175. С ней вы получите 370 непередаваемой платины и то ли заплатку, то ли глиф. Затем продают сумку с ремешком и набором заплаток, которые можно купить отдельно. Есть и постер с картой изначальной системы. Прилагается ультрафиолетовая ручка, чтобы разглядеть места вторжения владеющих разумом. Продают и полную коллекцию, где всё включено. Только с этим набором можно купить Money to Lotus из сплава цинка. Удовольствие это не дешёвое, и доставку придётся ждать чуть ли не год. Что касается будущего обновления, то в интервью изданию PCGamer Ребекка говорит про парадокс доверия. Правда, подробности названы не были. Также напомню, что дропы уже выдают за просмотр любого стрима по Варфу. До 21 декабря можно получить случайный постер или дешифратор мода разлома. До 5 штук. Ещё обновилась ротация магазина в Арзии. На этот раз продают Эша и Вебана Праймов. Тэшен тоже не отстаёт, ибо есть у него чертёж Умбра формы. Если вы хотели забрать Пенту со скином Верв, то времени осталось до 18 января, но тут нужна подписка Prime Gaming. Напоследок появился занятный ресурс, который оптимизирует билды для выбранного оружия и фракции, после чего выдаёт название модов для билда. Сервис проводит тысячи симуляций для выдачи результата, но пока что ресурс этот находится в состоянии беты. В будущее могут добавить оптимизатор модов разлома. Вероятно, что это будет уже платно. Также на данный момент все пишут на английском. И на этом новости закончились, потому осталось дожидаться новой войны. Если ничего внезапного не произойдёт, я буду проходить квест в прямом эфире, так что можете составить мне кампанию, но опасайтесь спойлеров. Всем всего, всем удачи и всем пока.